Важная новость, которую сообщит нам Гельмуддин. Мы не называем профессию, мы говорим имя. Саша. Общественная палата Российской Федерации взялась отслеживать посещаемость заседаний в Госдуме и Совете Федерации и публиковать результаты мониторинга раз в квартал. Давайте разберемся вообще, общественная палата, кто это? Из тех, кого мы знаем, это режиссер Кенчаловский, режиссер Лунгин, рок-музыкант Глеб Самойлов, Вадим Самойлов, Зарян Шахназаров, Зураб Церетели, Тина Кандылаки, Алексей Пиманов. В общем, они взялись отслеживать посещаемость в Государственной Думе и в Совете Федерации. Во-первых, конечно, это очень важно, когда общественная палата обращает внимание на то, на что ты сам внимания никогда не обращал. То есть, я бы сказал, открыли глаза нам, а они что, не посещают? Да не может быть такого. Да не-е-е. А в Госдуме? А в Госдуме депутаты-то реально сполошились. Ой, кто-то сейчас будет за нами наблюдать и быстрее сразу же в Яндексе набирать, как проехать до Госдумы-то, господи, я... Они будут стоять на входе в Государственную Думу, в Совете Федерации. Кандылаки, я представляю, стоит. Вамилия. Время. Записывают, прошел, не пришел на работу. Так получается? Не, ну Тина знает всех депутатов в лицо, она у всех днерождение-то вела. Вот смотрите, члены общественной палаты, ведь каждый из них может воздействовать на посещаемость депутатов. Алексей Пиманов может в программе «Человек и закон». Зураб Церетели может вылепить гигантского депутата, опаздывающего в Государственную Думу. Самойлов может песню написать нелицеприятную. Кончаловский нехорошее кино снимет. Ну, может быть. Если дать задание, может, так нет. Вы знаете, мне кажется, не подумали члены общественной палаты, предложив такую инициативу. Давайте представим, что будет, если все депутаты действительно выйдут из домов и пойдут на работу. Если все депутаты одновременно придут к 10 утра на заседание. Во-первых, выяснится, что мест меньше, чем депутатов в Думе. Впервые. А этот человек, который... Город встанет просто. Город нет, город нет, город и так стоит. Город будет стоять-стоять. Я не знаю, как по-другому выразить свою мысль. То есть город стоял, а теперь он стоит-стоит. Стоит даже стоя. Послушайте, приезжают все депутаты сразу. Вы представляете, давка в зале заседания. К банкомату не подойти. В ювелирном негде яйцо Фаберже упали. А что в Третьяковском проезде там напротив? Там же... Не войти туда. В салоне Ламборгини. Девушка, я затем из КПРС стояла за Ламборгини. Не пробивайте. Только по два Ламборгини в руки. Я за единой Россией стоял. А вы справедливой? Да. Мы занимались за ними. Мужчина из ЛДПР. Это женская, снимите. А вот здесь карта Малина, спрашивают. Ламборгини когда покупают. Малина есть у вас? Накопительный мандат. Вот что надо. В Регисомском проезде. Мандат сразу вместо карты. Рун? Рун? Смска приходит. С вашего мандата снят... С вашего мандата снят бюджет Каилии. Но есть и вторая часть новостей. Новость от Сергея Миронов. Ни разу не было чего такого, чтобы сенаторы отсутствовали по неуважительным причинам. Ни разу не было. Сергей Михайлович, просто вас не было, когда они безуважительных причин. Помните, когда вы говорили, что у вас батареи потекли дома, а потом вы загорелые приехали? В общем, депутатам надо не забывать, что за ними теперь будут наблюдать члены общественной палаты. Я могу сказать только одно. Общественная палата. Молодцы. Но я предлагаю создать организацию, которая бы контролировала опоздание общественной палаты. Назовем ее названием «Микс». Государственная палата. А за Государственной палатой... Общественная дума. А за Общественной думой уже следит Государственная дума. Получается... Круг замкнулся. Люди следят друг за другом. И никто не опаздывает. Я давно за тобой наблюдаю, Гарик. Прогуливать нельзя. Вот представьте, если бы мы... Наглядный пример. Если бы мы четвером опоздаем. И что? Хорошо, была уважительная причина в тот раз, он прогулял. Конечно. Он купил кеды? Конечно. У нас это вообще... Уважительная причина. Не может же человек босиком дойти до Останкина. По монорельсу. Когда говорит, слушайте, я поеду... Скользят ноги, я пробовал. Алло, ребята, я не могу прийти. Не могу прийти, я покупаю новые кеды, и у нас сразу же пани... А что со старыми? АПЛОДИСМЕНТЫ Российская газета от 23 марта, вторник, сообщает. Правительство Японии приняло специальную программу по борьбе с трудоголизмом, который в последние годы стал национальным бедствием. На Японии. Естественно. Власти настаивают на том, чтобы граждане отдыхали положенные им 18 дней в году, а не 8 с половиной, как это практикуется сейчас, когда 8 дней проходит, и на 9-й день появляется работник. Многим японцам, воспитанным в духе традиционной морали, стыдно брать отпуск и как бы перекладывать на это время свою работу на коллег. Вот такая вот шага. Не понимал японцев, не понимаю и не буду. И не буду работать. Слышь, то есть фактически японцы не хотят отдыхать. Что за проблема, да? Им запрещают, запрещают работать, а они все равно после работы собираются по трое и идут к станку. А японские ночные сторожа, которым запирают их в этих будках, и телевизор черно-белый включают, газету дают, водку ставят. Нет, они ночью микросхемы собирают там себя. Утром приходят, а там уже плазменная панель вместо черно-белого телевизора. Человек из водки, газеты и черно-белого телевизора сделает плазменную панель. И чтобы не догадались, что он сделал, написал «Made in Thailand». Многие удивляются, как это китайцы производят столько товаров. Это японцы за них делают. И подбрасывают. И подбрасывают китайцам. Кошмарные вещи происходят рядом. Мужики вечером из дома выходят, жена такой, «Так, ты куда? Я к бабам!» А сам в лес завод строить. А ведь известен случай, когда японец умер, но по инерции еще неделю работал. Собирал видеокамеру. Одного японца выгнали из Японии. Больше всех работал. Езжай, говорит, в Париж. Оплатили все до конца. Ничего не делай. Кензо. Что он устроил? А представляете, если будет клуб анонимных трудоголиков. Здравствуйте, меня зовут Хироку. Я не работаю уже. Как меня зовут? Хироку. Ну, не очень удачное имя для японцев. Ну, Гарик. Гарик, по мнению японцев, тоже не удачное имя для армии. Вот, но тем не менее... Я просто представил, что на их заводах творится. Такие плакаты. Мать трудоголичка, горе в семье. Понимаешь? Бедные дети. Плакаты, знаешь, советских времен, когда сидит японский рабочий, и ему протягивают микросхему, и он говорит, нет. Японцы, представляешь, как удивляются, когда приезжают в Россию? Ой, а что вы тут плафон не довинтили? Да подожди. Да подожди. Ну, завтра же среда, а потом четверг. Со шпротами будешь? Давайте обратимся к японцам. Уважаемые японцы, мы обращаемся к вам из соседней страны. Не работайте так много. Поверьте нам, не в работе счастье. Не успели стихнуть обсуждение по поводу первой новости? Из общественной палаты, как у нас есть еще одна. Газетка «Комсомольская правда» сообщает. Милицейских начальников сменят шерифы. Общественная палата предлагает поделить МВД на две части, а должности глав муниципальной милиции сделать выборными. Одно из главных новшеств – выборность начальника муниципальной милиции, чтобы население само могло уволить начальника, не справляющегося с работой. Вот такая вот новость. То есть сейчас в наших районах должны появиться шерифы? Шерифы, по сути, участковые у нас называются, да? Участковые. Ну, некоторые участковые называют себя шерифом, да, сами. Привет, я шериф. Хочешь, прогуляемся? Ну, то есть теперь участковые будут, ну, если это случится, выбираться как шериф. Очень точная пародия на шериф. И живот такой, чтобы рюмочку поставить. Сейчас в России появилась уникальная возможность населению уволить человека, который не справляет. Представляешь? Ну, а причина? Остановили машину. Так, откройте багажник, говорит шериф. Он открывает, говорит, что здесь, что здесь, все нормально. И человек говорит, вот под огнетушителем лежал кокаин, вы уволены. Меня не устраивает. Между прочим, я тебе скажу, что не обязательно из милицейских чинов выбирать шерифа. Можно гражданское лицо выбирать шерифа. Управдом, например. Вот выбирается же, кто у нас становится управдом. Чаще всего становится активным. Единственный человек, который пришел на собрание. И таким же образом мы можем выбирать шерифа. Шерифом же не отделаться, если такая терминология войдет. Она же потянет за собой еще какие-то словечки оттуда. Имеешь ввиду заменить ГАИ ниндями? Это следующий шаг. Я ему у него в глазах просил. Это следующий шаг общественной палочки. Следующий шаг, когда человек едет по улице, вот так, ну, едет в машине. Гаишники туда. И вдруг он видит, не постанет, не патрульной машины, и вдруг из-под земли. И сшитая две гаишные палочки. Ну, вместо судебных приставов люди икс. Конечно. Росомаха. Росомаха, да. А вместо налоговой полиции черепашки ниндзя. Да. Я не согласен, что у них офис в канализации. У черепашек ниндзя? Нет, что-то от тебя из налоговой. А сантехников и водопроводчиков кем заменить? Ведь это люди, которых мы зачастую видим в плохом настроении. Людьми. Что же, люди это все делали? Я, на самом деле, полагаю, друзья, вот смотрите, первая инициатива общественной палаты, это опоздавшие. Вторая инициатива. Шерифы. Такое ощущение, что в общественной палате два видеофильма всего. Большая перемена и Вокер в Техасский рейнджер. Следующая новость. У нас есть новость, связанная с Англией. В британском парламенте новый скандал. Ли Бористов не без успеха пытались подкупить за оказание ими определенных услуг. Трое сторонников Гордона Брауна поддались на провокацию журналистов. За несколько тысяч фунтов предприниматели могли рассчитывать на покровительство политиков и даже встречу с Тони Блэром. Вот тут есть короткий разговор. Сколько, предстоятельно, будут стоить ваши услуги? Знаете, я как таксист по найму. Сейчас тариф примерно 3-5 тысяч фунтов. То есть за 3-5 тысяч фунтов стерлингов можно познакомиться и пообщаться с Тони Блэром? Я могу сказать, российские чиновники резко осудили своих коллег. Возмутили. Фразой «Всего 5 тысяч фунтов?» Димпингуете? Да вы что, да. Да почему тут только чиновники, гаишники, военкомы преподавать нянечки в детских садах? За такие копейки? Учителя физкультуры. Им тоже взятки платят? Ну я давал. Вот то ли дело у нас следующую страницу перелистываем. Вот, друзья, вот это хочется в рамку и на стенку, понимаете? Замглавы МОС Лесхоза получил 6 лет за вымогательство 650 тысяч долларов. Вот размах у человека, так сказать. То есть это сколько раз надо людей познакомить с Тони Блэром, чтобы было 650 тысяч долларов в сумме? Затрется Блэр. Да. Могу сказать только одно. Британские чиновники верят, если они будут себя хорошо вести, то после смерти их души попадут в МОС Лесхоз. Как скучно жить в Великобритании и в Англии в частности. То ли дело в соседних странах. Ну, например. Например, Нидерланды. Где за 3-5 тысяч фунтов можно познакомиться не только с Тони Блэром, но и с Элвисом Пресли. А, соседние страны, Бельгия, Франция. Какая интересная страна-то. Франция потрясающая страна, но я бы хотел сейчас, друзья, голословно ничего не обсуждать здесь про Францию. У нас есть человек, которого можно считать франкофоном. Франкофоном? Франкофон – это не аппарат, который измеряет количество французского вина в крови. Да. Сегодня в гостях у нас актер, сценарист, писатель, режиссер. Режиссер. Иван Ахлобыстин. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Ну? Привет. Ночь. Как здорово, что вы нашли время. Сразу видно, Иван, что вы только что из Франции судите. Да. Из Франции 16 века. У нас для вас новость. На 40-летнем юбилее международной организации франкофонии президент Франции Николай Саркози призвал биться за французский практически до последнего патрона. Это цитата. И наибольший урон французскому языку и культуре, по мнению Саркози, наносит не снижение его собственной популярности, а усиление английского, который стал языком международного общения. Иван, скажите, вот действительно, нужен ли французский язык как язык международного общения или остановимся на английском? Ну, в общем, не звучит он как международное общение. Там есть такие силогизмы. Пердю. Я на секунду сейчас просто перебью Ивана. Дело в том, что, конечно, все понимают, пердю это замечательный французский глагол, который означает «потерять». Ну, разумеется, да. Да. Как вы знаете, на съемках Иван Грозный, там было два француза звуковика. Они писали чистый звук, а наши кургузы, ответственные за электричество, осветители, все время... Жульен, Жуль... А как же их называли? Жульенга. Че пердишь? Вот там поперди под... У нас в гостях был режиссер, сценарист и франкофон. Мы в первую очередь сделали все для того, чтобы французский язык прижился на территории России. В названии наших посиделок первые два слова «прожектер» и «Париз», столица Франции. Париж. И «Хильтон». Тоже можно считать в некотором смысле французским словом. «Хильтон». Слабый крестьянин. «Хильтон». Слабый бургундский... Бургундское чмо, назовем его так. Поэтому мы делаем все, Иван. Делаем все возможное. И Александр, который взял себе имя в честь Дюма, и Серж, в честь Гинсбурга, Светлаков себя назвал. И... Вот. И тоже вот. Но половина-то людей стремится к Франции. Иван, что вы делаете для того, чтобы Франция стала ближе? Заметьте, что из всех присутствующих я ближе всего вот к тем, кого мы... К франкофонам? К франкофонам, да. Французская речь у меня... Я возвращаю вас к съезду Международной организации франкофонов. Какие были приняты решения? Ну, помимо того, что нужно насаждать французский язык и давать отпор английскому. Может быть, граффити французским поезд Евростар, который курсирует между Лондоном и Лондоном? Закрашивать словами куклематиксус ламасио? Я вот в нашей новости вижу один смысл. Французы восстали против наступления английского языка. Я предлагаю, друзья, коллегиально сейчас, присутствие Ивана Ахлобыстина... Как эксперта. Как эксперта. Ну, если человек выглядит как эксперт, то он эксперт. Независимое мнение. Друзья, я предлагаю отказаться от использования английских слов. Послушайте, упс, вау и окей. Это только ты говоришь. Это слова подряд. Ни разу. Упс, вау и окей? Как раньше говорили упс? Вот по-русски. Было же слово? Как говорили раньше? Ой. Упс. Упс. Ой. Ну, не обязательно. А как? Варьировалось. Ну, примерно. В зависимости, на что сядешь там... Йо. Интересная беседа. Нет, все слова, реально. Вот есть везде паркинг, да? Фастфуд, паркинг. Что слово стоянка не нравится? Стоянка хорошая, нет? Паркинг. Хорошая. А этот эскалатор. Зачем слово эскалатор? Есть же отличное русское слово было вниз. Нет английскому языку, короче. Нет английскому языку. Да, французскому языку. Нет. Нет. Французскому языку. Нет английскому языку, хотя бы немецкий. Я за немецкий язык. За немецкий, да. Все-таки больше, да? А может Эльзас и Лоттерингию вернуть в Германию все-таки? Ну, надо вернуть, конечно. Они просят. Естественно. У меня все в смс-ках, конечно. Верните. Саркази нужно поддержать, потому что он борется за свой язык. Мы живем в России, мы должны бороться за свой русский язык. А английские слова и в России замучили уже всех. Что там английские? Сейчас умудрились из русских сделать черти что. Вот это пока-пока, формальней, отчужденней, словосочетания не слышал. Лучше уже все иностранные оставить, а от пока-пока избавиться. Нет, там еще говорить так, не просто пока-пока, а вообще лишено интонации. Пока-пока. 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 Ставит под сомнение вообще существование института милицейских журналистов. Регламент поведения на общественных мероприятиях для своих ведомственных корреспондентов утвердила МВД России. Теперь милицейские журналисты будут опрятными. СМЕХ СМЕХ Трезвыми. И не станут докучать своими проблемами участникам семинаров и совещаний. СМЕХ 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 Степаныч, пока генерал выступает. Машину купил. Каска дорогое больно. Ты смотри, что от меня плохо пахнет. А ты чуть-чуть канапе запил. С шипучкой розовой. СМЕХ Очень важный пункт. Внутри помещения положено снимать верхнюю одежду. Да ты что? Не заснуть теперь под капюшоном. СМЕХ СМЕХ Нельзя фотографироваться на память с участниками мероприятия и обращаться к ним с личными просьбами. Потому что там стоят два генерала милицейских. И подходит человек, говорит, я прошу прощения, товарищ генерал, вы лосось не пробовали? СМЕХ А то я что-то вчера торванул. Я прошу прощения. Можно, Аннуська? Как вам-то арталетка. СМЕХ СМЕХ Вы из какого ГУВД? СМЕХ Из ГУВД? У меня уже есть фотография. У меня есть фотография. Попишите мне в прошлой конференции. Мы прыгаем в фуа-брод вместе. То, что самое главное, употребление спиртных напитков во время неформальной части мероприятия, а неформальной части это автопати после семинаров. Тоже запрещено. Приравнивается к пьянству на работе. Все стимулы профессии вообще. Закончилась конференция, закончилось обсуждение. А журналисты, вместо того, чтобы бежать, брать интервью сразу, туда, где водочка-матушка в рюмочках. Да. Вот что заменяет слово «упс». Ну вот это самое главное. Наконец, особенно важным является пункт, согласно которому корреспондентам запрещено подписывать своим именем чужие работы. Сколько было случаев в Третьяковке, когда пьяный париспандент на картине Сабрасова писал «Водопьян!» Смотрите дальше. Что-то пьющий слышишь. Отказаться от революционного задания можно только, если его выполнение связано с угрозой для жизни. Я это пить не буду, я видел, где это производится. Ну а теперь, я думаю, что мы перейдем к новости, которая связана непосредственно с нашим гостем Ивановым Хлобыстым, который является одним из самых ярких представителей отечественного кинематографа. Итак, газета «Коммерсант» сообщает, Федеральный фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии выбрал 8 продюсерских компаний, которые в 2010 году получат из бюджета по 250 миллионов рублей субсидий. Умножаем 250 миллионов на 8 компаний, общая сумма... 200. 200. Не того человека. В России умножают так, надо же еще... Значит, 250 миллионов умноженное на 8, получается 2 миллиарда долларов. Рублей. Рублей. И всегда так, как ты бы хотел. Итак, конечно, вопрос, кто получает эти деньги? Кто те самые 8 компаний? Что? Число получателей вошли. СТВ Сергея Сильянова. Резонно. Дирекция кино Первого канала. Что? Логично. 3Т. А как же. Никита Михалкова. Тут с никуда не денешься, да. Подразделение холдинга «Профмедиа», а именно компания «Централ Партнершип», «Профит» Игоря Толстунова, «Артпикчерс» Федора Бондарчука. Согласен. И Дмитрия Рудовского. А, тогда тем более. Федор удивился, что кто-то кроме него... Придется делиться. Тоже его не любишь, да? Базилевс Тимура Бекмамбетова и Рихун Валерия Тодоровского. И тут, конечно, должна была бы быть запятая, но нет. Точку ставит отпечатная машина в «Коммерсанте». Ты думал, запятая и прожектор по Рихун Валерия Тодоровского. Я думал, что-то будет дальше. Саша – продюсер. Сережа – великолепный актер. Иван – режиссер. Сценарист. Вань, ты – баянист. Нам понадобится это на титрах. Ты официант. Я прекрасно. Гример – официант. А где мой горш? Сейчас я вам сделаю добрые глаза, пока я вон цикул. Это когда грим бананом делают, знаешь, так делать, делать, а это съесть, да. А музыка? Кинематографическая музыка. Композитор нужен. Да, слушай, композитор. Это вообще логично. У нас, ну я не знаю, возьми любого человека из зала и будет композитор. Ну вот, я не знаю. Ну вот, смотрите, вот Горан Брегович у нас в гостях. Давайте, пожалуйста, позовем. Горан Брегович, здам и господа. Хеллоу, грибли. Хеллоу, грибли. Хеллоу, хеллоу. Так, Горан, прошу вас. Хеллоу. 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 Горан, мы хотели бы поздравить вас с очень важным событием. 22 марта. Буквально недавно. Совсем недавно. Вам исполнилось 60 лет. Это юбилей. Давайте мы поаплодируем. Happy birthday. Thank you. Такой, Горан. И вы знаете, мы, проведя небольшое культурологическое исследование, просто, говорят, заглянув в оторванный лист календаря с другой стороны, выяснили, что в этот день, 22 марта, родились очень много людей, которые связаны с музыкой. Выдающихся. Выдающихся. Вы все являетесь, ну, как бы, представителями одного поколения. Это так, это визуально. Скажите, Горан, вы собираетесь вот вместе вот этим теплым, этим квартетом? Well, we can try, yes, why not? I don't know, with Lloyd Webber, how we can find him. Как найти Lloyd Webber? Очень. А то есть, как Сашу Цыкало найти, вас не волнует, да? Мы можем попытаться, почему нет, если мы найдем Lloyd Webber. К нам подключилась милицейская волна, тут бывает, проезжают машины, проезжают, такое бывает. Дорогой Горан, скажите, ну, какое ваше, вот какие ваши любимые произведения у вышеперечисленных композиторов? Well, from all of them I know, only this, you отказали меня два раза. Из всех книг я знаю, только это пришло. Да! Саш, смотри! Я же тебя знаю! Саша, дошла кассета, которую ты бутылки отправил в Черное море. Дошла! Горан, ну, давайте вспомнить 22 марта, это же колоссальное событие, мы еще не все перечислили события, которые произошли в этот день. Чем еще славен день 22 марта? Well, I don't know, I think we are Aries, are we? Я думаю, что мы все овны, так ведь? Я? Да, вы все овны. Ну, Саша точно. А вы уж как, не знаю, у вас, наверное, там выбор есть. У нас здесь... Горан, мы бы хотели воспользоваться ситуацией и поздравить вас с вашим праздником, а лучший подарок для вас это ваша песня нам. Горан, вы знаете... Схема непростая, Горан. Сколько лет, сколько лет ваши песни звучат в России и во всем остальном мире песни? Окей, let's play something. Давайте сыграем что-нибудь. Вы хотите предложить нам сыграть что-то, а мы хотим предложить сыграть вам вполне конкретную вещь, но, что самое главное, нам втройне приятно ее исполнить вместе с вами в авторском исполнении. Давайте, друзья, поприветствуем Горан Дрэйв. Где медиатор здесь был?